Всем привет! Если ввести мое имя и фамилию в YouTube или Google, самым популярным запросом будет Денис Елисевич Разоблачение. Очень многие мечтают меня разоблачить, очень многие мечтают докопаться к правде, до правды. Да кто же он такой? Да как же он смеет поднимать рот на нашего великого президента, на нашего великого Ермака и вообще не соглашаться с государственной политикой, которую они проводят? И поскольку разоблачение снять не с чего, нет даже миллиметра, с чего можно что-то вытащить, их начинают придумывать. Я вам сегодня зачитаю один такой пример, хотя эта херня финансируется уже очень давно. Давайте начинать. Итак, есть такой очень крупный ОПшный телеграм-канал. ОПшный значит принадлежащий, вернее так, курирующийся из офиса президента Украины. Вертикаль называется. Я сейчас вам здесь поставлю пост и зачитываю, что они обо мне написали. Новый нарративчик, который россияне запускают через говорящих в стиле шария голов, которые из Украины, но сидят за границей. Я вот вам буду зачитывать и сразу буду комментировать. Во-первых, что такое в стиле шария? Шарий это негодяй, который годами звал, и я считаю, мое личное мнение, работал на русский мир, который рассказывал нам сказки про рейс сбитый MH17, который вообще по Красной площади гулял, и все-все-все остальное. Делал это на протяжении очень-очень многих последних лет. Как я могу ассоциироваться с шариом? Потому что я тоже пользуюсь YouTube, имею канал на YouTube, и тоже мужчина, и борода, и у него, и у меня есть, это все. Так у меня еще очки есть, я могу еще очки одеть. Это просто с вас делают быдло. Я к чему вам это все комментирую. Теперь дальше. Я говорящая голова россиян. Ну, сейчас давайте я дальше зачитаю. Российский пропагандист и коллега Балашова Денис Елисевич сейчас в США и разгоняют различные и псороссиян. Российский пропагандист это очень серьезное обвинение. И я хотел бы этот чумок, который курирует этот канал, посадить его рядом с собой, берем самого лучшего, самого дорогого, независимого полиграфолога, и садимся, задаем одинаковые вопросы мне и ему. Кто российский пропагандист, а кто не российский пропагандист, и кто вообще пропагандист? Вот это есть пропаганда, контр-пропаганда. То, чем занимается вертикаль. И это дно. Почему я в США? Я и не скрываю это нигде. У меня об этом записано видео на YouTube-канале. Причины, по которым я должен был в сентябре 2022 года, в срочном порядке уехать в США и остаться здесь самое главное. Коллега Балашов. Коллега Балашов. Ну, Балашов предприниматель. Да, коллега. У него есть YouTube-канал? Опять-таки, да. Ну, по YouTube можно считать коллега. Так я Балашова видел три раза в жизни. Записали три или четыре эфира. Пару раз поговорили по телефону. А в чем, собственно говоря, проблема? Балашов в свое время поехал. Я не защищаю его, он в состоянии сам за себя ответить. Он поехал в Крым, когда там только все начиналось. Он первый кричал на всю страну, что у нас война. Пока все игнорировали. Его выкрала банда Гиркина, Рична Гиркин. Его избивали. Он чудом оттуда выскочил. Я никогда от него не слышал даже намека на пророссийские нарративы. Если бы он такое сказал, его участь была бы в Киеве печальной. Он всегда был проукраинский человек. Это задокументировано на его YouTube-канале, как он сражался на революции 2014 года, на которой и я был, но об этом немножко позже. Дальше. Их долгоиграющая компания «Откройте границы» работает с 2022 года, но уже приелась. Нашли новый нарратив. Закрытые границы разбивают семьи. Жены уходят, мужики в Украине останутся без женщин и детей. Интересная история. Да, я с самого начала войны, открыто, не стесняясь, находясь в городе Киева, сказал, что закрывать границы – это неправильно. И предложил несколько путей решения этой проблемы. Это нарратив называется? Это мнение, которое я, Денис Елисевич, как частное лицо, озвучиваю. Являюсь гражданином Украины, по идее, как бы декларируемой вами, ублюдками, свободной страны, которая сражается с русским миром. И именно русский мир – это диктатура и запрет на свободу слова. Так вы и запрет на другое мнение, на инакомыслие. Так я правильно понимаю, дорогой офис президента, вы мне запрещаете инакомыслие? Читаю дальше. В доказательства берут случаи разводов, которые в любом случае есть, но подают это словно так, что разводятся все поголовно жены, которые выехали, а мужчины остались тут. Я лично знаю очень много примеров, когда благополучные семьи развелись из-за этой ситуации. Или расстались просто-напросто пары, где не могут поделить детей, где детей уже растят немцы, французы, поляки, другой папа появился. Но если я для вас такой, вернее, вы меня хотите людям таким представить, моим соотечественникам, правда без головы, потому что с головой же зайдут в интернет, 5 минут мой канал посмотрят, пролистают самое начало и со всем разберутся. Так Wall Street Journal опубликовал, что в Украине, внимание, самый низкий уровень рождаемости в мире. Вы понимаете, что это значит? Во всем мире. Это говорит о том, что назревает серьезная проблема. И поскольку я заинтересован в благополучии Украины, потому что я сам хочу там жить, в свободной Украине, и от Путина, и от вас, ублюдков, я об этом и рассказываю, и поднимаю этот вопрос. И последний абзац. Елисевер сейчас один из главных говорящих ртов российской пропаганды. Он трампист и ждет победы Трампа на выборах, как и каждый российский пропагандист. Вот только 2016 год их ничему не научил, когда Трамп россиянам не дал ничего. Да ладно? То есть я жду Трампа, но он же ничем не поможет России. Так, мудаки, я потому и жду Трампа, потому что при нем Россия ничего не светит. Я за Трампа топил в те времена, когда он еще с Хиллари Квинтон избирался и победил. Потому что я давний фанат Трампа, и как предпринимателя, и как личности, и тем более как президента США. Потому что мне его философия и идеология очень близки. Потому что он капиталист, как и я. И у меня записан очень классный подкаст с Денисом Спектром. Заходите на моем канале, смотрите, где очень подробно, в деталях, мы перечислили, сколько Трамп на самом деле хорошего сделал для Украины. Потому что я напоминаю, когда Обама был, а главой администрации Обама был Байден, у нас Путин аннексировал Крым, аннексировал Донбасс и создал нам массу проблем. Это было при тех ребятах, и они оружие нам запретили давать. А Трамп снял эмбарго, и много-много чего другого. Повторяюсь, заходите, смотрите. Поэтому да, я за Трампа. Потому что я знаю, что при Трампе Путину ничего не светит, и Трамп закончит войну. А мне нужно окончание войны. Я это не скрываю. Я отвечу от вас, мудаков, анонимных. А почему вы анонимные? Потому что вы трусы, и потому что вы знаете, что я вас засужу, и вы просто опозоритесь такими заявлениями. Поэтому ваша участь делать это только анонимно. По поводу всех этих разговоров про главная голова русской пропаганды, я хочу людям рассказать. Вы и сами разберетесь, кто умные, другие как бы меня не интересуют. Но это же делается для того, чтобы вы увидели это в ленте. О, Елисевич русский агент. Все, я дальше не смотрю. 90% так и сделают. В принципе, в голове уже отложилось. Я 11 лет в Киеве занимался бизнесом. До этого я был профессиональным спортсменом. Я контактировал за свою жизнь с огромным количеством людей. У меня работало в моем бизнесе огромное количество людей. И если бы я был таковым, то у вас бы уже стояла очередь из каких-то желающих рассказать, какой я плохой. Но вы во всей планете Земля не найдете ни одного человека, который хотя бы секунду от меня слышал какой-то не просто пропаганды русского мира, симпатии к Путину и к русскому миру. Я с самого детства их ненавижу. У меня один прапрадед репрессирован Сталиным за антисоветскую деятельность, за антисоветскую риторику, по доносу. И вы сейчас такие же вонючие доносчики. А потом он был реабилитирован спустя очень много лет. Вы сейчас повторяете ту же ситуацию. И это и есть русский мир. Русский мир это на самом-то деле, с которым сейчас люди наши сражаются на фронте. Вы его уже здесь раздули изнутри. Второй мой прадед, герой Второй мировой войны, у которого 4 или 5, я уже не помню, у меня в Украине остались эти медали, я бы сейчас их показал. За взятие нескольких европейских столиц. Вот такая история. Часть моей семьи еврейскую миграцию эмигрировали в США еще в начале 90-х. В России у меня нет никого. И в роду у меня там никого нет. Я от этого очень-очень далек, даже генетически. У меня скорее к этому генетическая ненависть. Это я вам, ублюдки, рассказываю, что ваш план провалится с легкостью. Когда я учился в спорт-интернате в Киеве во времена оранжевой революции, одна учительница начала, я на стриме рассказывал этот случай, что-то там рассказывать, какой хороший Янукович, и вообще Майдан это плохо. Меня чуть ли не отчислили, потому что я сразу же в классе выступил. Через 10 лет я уже сам был на Майдане, и как мог, помогал финансово. Вот такое вот было. И этому есть масса свидетелей, и ничего невозможно раскопать. По поводу почему я в США, есть отдельное видео на канале. Но я вам напоминаю, и спросите там у своих. Со мной каждую неделю в Киеве последние месяцы контактировала служба безопасности Украины. И если бы хоть миллиметр, хоть какой-то волосочек был, состряпали бы любое дело. Ничего не получилось. Ничего не получилось. Потому что я бизнесмен, который просто в один момент включился, и поддерживал вас. И первые 6 месяцев, когда я завел YouTube, я поддерживал вас. А потом я просто в Киеве увидел, как мы предприниматели, настоящие рыночные, беднеем, потому что помогаем фронту и всему остальному. Кстати, мне ЗСУ давало грамоту, от которой я отказался. И я волонтерскую деятельность, это против моей философии и моей религии. Я это просто не афиширую. Мне не нужен пиар, мне не нужна на этом политика. Так вот я просто увидел, как вы богатеете, мрази, и какие-то вообще новые люди появляются богатые, которых никто никогда в мирной и гражданской жизни не видел. А предприниматели нищают. А потом, потом пошел целый снежный ком, все понятно. Я прожил 7 месяцев в Киеве и встретил войну в городе Киеве. И очень много чего сделал. Я занимался, чем все нормальные люди в тот момент. И этому тоже есть масса свидетелей и доказательств. Я это не афиширую. Но я очень хорошо помню, как с Пивак, как Червоненко, с канала Медведчука, сюда звали русский мир, годами пропагандировали, а сегодня с Пивак получает грамоту Генерального управления разведки, Министерства обороны. А Червоненко на заправках блатует погонами великого разведчика, тоже гурмо. А как это так интересно у нас получается? Что эти ребята вышли сухими из воды за русский мир, а меня супер-проукраинского человека, а мне всего лишь 35 лет, у меня нет никаких темных пятен в биографии. Вы называете для людей и людям выбрасываете, что я агент Путина, какая-то пропаганда русская. Вы просто ублюдки. Потому что от Путина сейчас в Израиль уехали Макаревич, Семен Слепаков, Пугачева и многие-многие-многие другие люди, которые не согласны. И вы вынуждаете таких людей, как я, не согласных с вами, уезжать сегодня из Украины. И я там телеграмм написал пост, взять цитаты Жванецкого, Губермана, те же песни Макаревича, Шевчука, Талькова. Там только фамилии уже поменять Путина на Зеленского. Или в старых песнях в принципе представить не Советский Союз, а Украину при Зеленском. Подчеркиваю, Украину Зеленского. И получается ровно одно и то же. Получается, что вы, ребята, русский мир привели нам изнутри. И вы внутренний враг. Есть бледная моль внешний враг, а есть вы внутренний враг. Но из-за вас и из-за Путина там сейчас люди нас защищают от русского мира. А вы его тут внутри посеяли. Ровно теми же методами. Вы же не оспорили мою программу реформ для Украины. Вы же ничего мне не смогли предъявить. Вы пошли самым простым путем. Там кто-то меня популистом называет за мои взгляды на экономику, за мои реформы. Я нормально отношусь. Более того, я нормально отношусь за то, что я оппонент, я для вас плохой. Это безусловно так. Но сразу просто клеймо агент России. Это очень просто. Это очень примитивно. Вы так сейчас со всеми поступаете. У вас сейчас где-то в американской прессе журналист написал статью, которая вам не нравится, а он уже агент России. Это примитивно. Вы все плохо закончите с такой философией. Ублюдки, которые организовывали антимайдан, которые организовывали тетушек, которые матом покрывали людей, которые, как я, стояли на майдане, которые все европейские ценности и все прозападные ценности материли у себя в фейсбуках, вот эти вот чубаки с ними этими головами. Сегодня еле-еле разговаривают на украинском языке. Смешно просто это наблюдать. Корчат себя патриотом, потому что им нужно ноги целовать Зеленскому. Да. А я не могу, как Влащенко, который работал на канале от Медведчука, а сегодня она с Гордоном в передаче размышляет политические расстановки. И Гордон, который сам же гноил Зеленского до войны и правильно делал, он сегодня переобулся, потому что могут и собственность забрать, могут и в тюрьму посадить, могут и с мешком припомнить, могут много чего припомнить. Надо переобуться, сегодня Владимир Александрович Ермак великие и выборы не надо проводить. Я все прекрасно понимаю, конечно, а я не такой человек. Они просто без этого деньги не могут зарабатывать, им нужно быть конъюнктурщиками, приспосабливаться. А я не такой человек, я выше этого. И я совсем другой по своему менталитету, по своему направлению. Я не могу жить, если я не могу свободно высказывать свою точку зрения. И я ее всегда обосновываю. Расскажите ко мне, дорогие ребята, как выехал Рабинович с Украины? Как выехал Киева, который Путина, падла, поздравлял в зале Верховной Рады Украины в статусе народного депутата Украины? И ездил кортежом с бандитами по городу Киева, грозился всем голову отрезать? Расскажите, пожалуйста, а как так получается, что ГБНУ УПЦ сегодня не могут выгнать с Украины? И Стеханчук заявляет, нет голосов проголосовать Верховной Раде. Как так получается? Как так получается, что у вас Бойко с Соловьевым вели стримы в начале войны, и он рассказывал, «Да это вообще не война, и мы тут хлебом солью ждем Россию». Ненависть к России зашкаливает? Или они слышат, что говорит Путин? Или они видят, что мы не стреляем по жилым кварталам? Или сейчас настолько одна пропаганда работает, что всюду ищут диверсантов? Я потому что читаю украинские сайты, у меня такое ощущение, что это какая-то параллельная реальность. Помните, как у собачьего сердца у профессора Пробоженского? Не считайте советских газет перед едой, иначе испортится аппетит. В то время, когда я со своей женой скупали людям Верпень в бучу, чтобы как-то им помочь, и одежда, не хочу эти ужасы рассказывать, и на этом пиариться. Они спокойно ходят по городу Киев, все у них нормально, и Шуфрича вы хлопнули совсем не по соображениям сотрудничества с Медведчуком, с Русским миром, совсем другие вещи. Вы просто такие же путинисты, как там Запоребрика. А я говорю конкретные факты, и просто высказываю свою точку зрения. Вот такое вот разоблачение. Более того, вы финансируете каких-то ублюдков. Да, есть городские сумасшедшие, гадалки Таро, которые какую-то отсебятину обо мне несут, какую-то чушь, села погадать, да она и погадать не может, настолько больная, что она просто несет какую-то отсебятину. Психолог, Таролог, политолог, все в одном, как Арестович. Так вы финансируете других городских сумасшедших. О, там уже другой уровень. Там на канале полтора подписчика, три с половиной просмотра, но продакшн, это не мои видео, сделаны на коленке, это серьезный продакшн, где минута стоит дорого, где целая команда людей, каких-то там псевдоэкспертов подключаете, это стоит дорого, чтобы обосрать Елисевича, рассказать, что он то ли агент Путина, то ли что-то, и ничего ж не можете прописать, кроме агента Путина. То, что легче всего сейчас своего оппонента как назвать. Ну, в ответственном антиукраинские меседжи, Елисевич намагается приховывать. Вы не способны даже к дискуссии, вы не способны даже к мужской борьбе, вы способны, сука, быть такими же, как Путин, такими же просто мразями, и в нашей стране породить вот эту вот херню, которая происходит там. И я хочу вам сказать, вот вам разоблачение, которое сделано, вы плохо закончите. Янукович, и даже представить не мог, что с ним такое случится. А помимо Януковича, там было еще пару десятков деятелей, которые очень блатными себя ощущали в городе Киеве. Вот так, по щелчку пальцев они смылись, побросали свои квартиры с наличкой, а потом их там и раскулачили дома и все остальное. Вы, по сути, свои такие же. Я надеюсь, что вас побыстрее разоблачит Запад, а еще лучше нужны выборы, чтобы люди проголосовали за другого президента, и вы ответили за все, что вы делаете. Я точно знаю, что ваш конец будет очень плохим. Никто, кто вел такую политику, как вы, хорошо не заканчивал. Плохо закончат и Путин, плохо закончат и вы, потому что вы стравливаете людей, вы клевещете, и вы из проукраинских людей, просто потому, что вы мне не нравитесь, вы лепите ярляки, вы настраиваете против меня. Я это переживу, а люди сами скажут свое слово.